Всем хеллоу, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава. Добро пожаловать на наш парфюмерный канал. В этом видео я расскажу про новые ароматы от бренда Zoologist. Вот пришла посылка из Канады, а именно из города Торонто. Там находится главный магазин и живет основатель бренда. Его зовут Виктор Вонг. Он в основном посвящает свои ароматы экзотическим животным, птицам, насекомым. И ароматы говорят о окружающей их природе, чем они питаются, где они обитают. И вообще меня зацепил этот бренд своей вот этой необычностью, новизной. Бренд использует хорошие, качественные, дорогие ингредиенты. Ценник на данный бренд немаленький, сразу хочу сказать. Но у них есть хорошая альтернатива полноразмерным флаконам. Есть Торево флаконы, здесь они по 10 мл, так вот они выглядят. В основном это концентрация экстракта парфам. Есть также у них и пробники по 2 мл, вот такие вот у них пробники. И полноразмерный флакон, он по-моему 60 мл. Давайте я начну с первого аромата. Первый аромат называется Жук Скоробей, Сокрет Скораб. Такой египетский жучок. Его создал известный парфюмер, который занимается именно арабской парфюмерией, Султан Паша. Султан Паша имеет свой бренд, у него в основном ароматы от тары. Что такое от тары? Это духи на основе масла, популярные у жителей восточных стран. Это вот смесь эфирных масел, которые получены методом дистилляции. Но самое базовое масло всегда там используется сандаловое дерево. И вот этот аромат, он посвящен древнеегипетской благовонии, кифе. Кифе состоит из красного вина, древесных смол, мхов, ладана, изюма и трав. И вот здесь все это есть. Это очень альдегидный, винтажный, ретровый аромат. Мне он напоминает старую французскую школу парфюмерную. И это вот пахнет старыми ароматами Шанель, Диор. Такие примерно вот как Шанель номер 5. И он в таком же духе восточном, как старые ароматы Амуаж. Которые очень-очень альдегидные. Вот их альдегидная линейка. Аромат, конечно, на большого любителя. Его не все могут понять, потому что это пахнет своеобразно. Есть такой цветок, очень редкий в парфюмерии, лотос. Мне этот аромат понравился. Я ему поставлю оценку восьмеркой из десяти. Хороший аромат. И он носибельный довольно-таки. Вы не будете собирать комплиментов на этот аромат. Это сто процентов. Потому что в нынешнее время он как бы устарел. Такой профиль ароматов. Но он в то же время очень своеобразный. Ну, интересно. Наверное, не все его поймут. Как я ранее это сказал. Так как это канадский бренд. И Канада у нас ассоциируется с бобрами. Это вот их прям символ этой страны. И чем же пахнет бобер? И он пахнет, на удивление, очень свежо. Природно, зелено, цветочно. Никаких здесь нет вот этих звериных тяжелых мускусов. Это вот такой прям белый-белый пушистый мускус. Но в то же время он мокрый. Такой немного бобер, который поплавал в речке. Построил свою плотину. И рядом с этой плотиной произрастает дерево липы. Здесь такая приятная липа. Вот на старте он очень классный. Это вот лето во флаконе. Много травы, воды. Вода здесь, он такой веденистый. Чистый аромат. И вода здесь именно не морская, а именно речная. Козерная, пресная. Интересно. Он, конечно, прям вот белый-белый мускус. Влажный, ну, своеобразный. Я, наверное... Вот на старте мне он нравится. Он примерно первый час звучит очень красиво. Вот такой мускусный. Но потом он резко становится прям близко к коже. Он не имеет особого шлейфа. Ну, 5-6 часов он проживет на коже. Я думаю, он подойдет и девушкам, и парням. Такой унисекс. Вот за счет вот то, что здесь и древесных нот много, и цветочного липа. Ну, мне нравится. Поставлю ему, наверное, семерочку из десяти. Целый флакон я бы точно не купил. Интересно. И вот прям самая последняя их новинка. Называется Рэббит. Кролик. И это, наверное, самый их первый гурманский аромат у бренда. Это пахнет прям очень-очень вкусно. Очень кондитерски. Это аромат для сладкоежек. Это морковно-яблочный торт с корицей, который пропитан таким сладким ореховым миндальным сиропчиком. И прям вот этот блотер хочется съесть. Мне прям после этого аромата хочется заказать себе морковный торт, заводить себе чай или кофе и его съесть. Это очень натурально, гурмански. Очень красиво. Он со временем переходит в такую цветочную базу. Там есть какие-то такие полевые цветы. Клевер. Здесь клевер вообще я первый раз встречаю в аромате. Очень классный и необычный аромат. Я думаю, он подойдет больше девушкам. Так вот здесь и крольчиха нарисована. Это, конечно, девятка из десяти. Почему я не ставлю десятку? Наверное, такой я бы сам бы не носил. Вот рекомендую это именно девушкам. Это отличный будет подарок своей маме, сестре, девушке, жене, подруге. Это однозначно понравится. Вы можете... Вот, наверное, это единственный аромат, который я бы порекомендовал, что вы можете его купить вслепую. Наверное, однозначно всем понравится. Ставлю ему девятку. Следующий аромат называется хамелеон. Хамелеон. И вот здесь такие буковки переливают с разноцветными. Так как хамелеон меняет цвета под среду, где он находится. И это тоже аромат, больше я вижу на девушках. Но это все заявлено, я как знаю, унисекс, по-моему. Здесь тропические, манго, кокос, тропические цветы, франжипани, ланг-э-ланг. И, конечно же, со временем здесь главенствует начинать жасмин. Это аромат такого белого светлого цвета. Лето. Вы находитесь где-то в отпуске, в тропиках, на берегу моря. Пьете кокосовую воду. Рядом произрастают все эти цветы тропические. Тоже очень красиво. Я ему ставлю девятку из десяти. Он стойкий, держится на коже. 5-6 часов он шлейфовый. Наверное, этот аромат подойдет больше таким девушкам, которые следят за модой. Они такие деловые, модно одеваются, за собой ухаживают. Он отлично подойдет и в офис. Его можно спокойно носить куда угодно. Но я бы рекомендую больше именно в отпуск. А если Рэббит, это больше такая девушка, которая домашняя. Она любит готовить тортики, десерты. Такая спокойная по душе. Особо не следит за модой. Но она такая ухоженная тоже. Хозяюшка такая. То вот хамелеон подойдет больше таким, которые следят за модой, в тренде. Классный аромат. Мне он нравится. Следующий аромат называется Дадо. У них есть несколько версий. По-моему, две. И это просто Дадо обычный. И это, конечно, аромат на большого любителя. Это птица Дадо, которая уже вымерший вид. Их больше не осталось на нашей планете. Ой, это, конечно, аромат на тему черной смородины. Вот я сейчас... Здесь очень много именно такой толченой черной смородины, которая... Вот вы ее собрали в ведерко. И эта ведерко уже там стоит 5-6 дней. И вы, кстати, забыли про эту черную смородину. Она начала уже бродить немного. И здесь еще есть ананас. И это тоже пахнет каким-то забродившим ананасом. Есть какая-то схожесть, может быть, со временем с Кридом Авентусом. Это вот Крид Авентус, который пропал на вашей полке. Вы его тоже подзабыли, не пользовались долгое время. И он у вас, возможно, на солнце состоял. Вот протух аромат. И также здесь очень много кошачьих лотков. Вот эта черная смородина дает вот эти кошачьи лотки. И лоток, который просто пользуется целая орава кошек и котов. Здесь очень много вот этих уринальных нот. Ну, не очень приятный аромат. Я их поставлю 3 из 10. Я не знаю, кому его можно рекомендовать. Здесь и в какой степени я даже какую-то грань красного винограда слышу. Который тоже уже забродил. Такое забродившее что-то. Это точно аромат на большого-большого любителя. Его уже несколько раз переформулировали. Я даже знаю самую первоначальную версию Додо. Она вообще отличалась даже от этой. Там черно-смородина особо не пахла. Ну, короче. Аромат я не рекомендую. Не очень удачный. Ну, что мы подходим уже к тревел-флакончикам. И здесь аромат тоже Додо. Это как limited edition, я так понимаю. А Додо называется jackfruit. Jackfruit я вообще ни разу никогда не пробовал. Никогда не встречал. Вообще, как он пахнет. Но я загуглил. Чем пахнет jackfruit. Если этот Додо черно-смородиновый ананас, перебродивший, то этот Додо вообще его противоположность. До старта здесь лаванда. И лаванда, которая мне очень-очень нравится. Вот этот jackfruit, у него есть запах. Он банана, манго и яблоко. Я здесь слышу больше банана. Такой банан, который тоже уже немножко полежал на столе. Он стал таким сахарным, сладким. И для меня этот аромат немного даже, который пахнет люксово. Я его рекомендую тем ребятам, кто давно-давно пользуется люксом и хочет изучить нишевую парфюмерию. И у этого бренда это самый, наверное, аромат, который безобидный, не испугает своим этим нишевым звучанием. Для меня это аромат в стиле мужских живанши. И вот такая картина для меня это такой мужской бутик, в котором продаются деловые костюмы. Там рубашки, брюки, пиджаки. И красиво все разложено, аккуратно. Это висит. Все не так уж и дешево. Вот этот аромат пахнет недешево совсем. Я его вижу больше на мужчинах за счет вот этой лаванды. А лаванда не переходит вот эту грань, как вот в многих люксовых ароматах. Вот этих в пенобритвенные какие-то вот именно, как сказать, продукты, да, вот эти. Лосьоны для бритя и тому подобное. Нет, здесь все-таки эта лаванда, она очень такая природная, натуральная. Много здесь почули. Вот этим вперемешку джекфрут, он очень уникальный. Мне он нравится. Я ставлю в девяточку. Я им... Вот спокойно можно его пойти в офис. Можно куда-то погулять по городу, на какие-то вечеринки. Вообще аромат классный. Именно рекомендую в первую очередь парня. Он понравится. Мне он очень нравится по сравнению с этим черно-смородином дудо. Следующий аромат называется Harvest Mouse. И Harvest Mouse это в переводе полевая мышь. Мышь, которая живет в полях. Конечно же в полях что у нас растет? Это пшеница, какие-то злаки и тому подобное. И вот конечно же здесь пахнет каким-то ячменем. Да. И вот эта полевая мышка бегала, бегала по полю. Увидела какой-то амбар, в котором хранится сено. Скошенная вот эта вся трава. Он такой сухо-травный. Он сладковатый. Здесь тоже есть какая-то ваниль. И рядом находится пивоварня, в котором варится пиво Эль. И когда вот варится пиво, я даже знаю этот очень хорошо аромат, потому что я учился в колледже. И напротив этого колледжа находился пивоваренный завод. И когда я шел в колледж, на всю улицу пахло вот этими ячменем, солодом, именно вареным. И вот этим вот так и пахнет. А для меня это прям аромат на осень. Вот когда я начинал учиться в колледже, я сразу обонял этот аромат. И вот у меня ассоциация с какой-то осенним городом. И вот эти, когда с полей собираются, вот эта вся пшеница, все подобное. Как будто это все сбор урожая. И это не пахнет пивом, который вы пролили на себя, на одежду, на стол. Потому что аромат пива я не люблю. Мне не очень нравится. А вот здесь, в перемешку вот с этими пшеницей, именно сеном, здесь еще есть цветок гвоздика. Гвоздика дает вот такую прям яркость, изюминку этому аромату. И ваниль, да. Один из самых необычных ароматов, я бы сказал, и он приятный. Я ему поставлю, наверное, восьмерку из десяти. Это такая мышка, которая очень-очень приятно пахнет. Рекомендую, наверное, и парням, и девушкам. Это сплошно унисекс. На коже он держится. Вообще, все ароматы довольно-таки долго держатся на коже. Не менее шести часов. Наверное, вот бобер, он менее стойкий. Где-то, ну, три-четыре часа. А с иной все ароматы очень-очень стойкие. Вот. Я бы так сказал. Шлейф имеет, наверное, больше всего вот этот мышонок и дадон, которая джекфрут. Следующий аромат называется Назерн кардинал. В переводе как северный кардинал. Когда он только вышел, этот аромат, он был назван Red кардинал красный, потому что это птица, которая обитает в Северной Америке и Центральной Америке. И она такого ярко-красного цвета. И когда вышел этот аромат, и вообще такая особенность у этого бренда, когда выходят их новые ароматы, у них сначала они начинают продавать лимитированные флаконы. То есть флаконы какого-то определенного цвета, дизайна. Вот. И мне так понравился этот красный флакон на фоне таком снега, деревьев. И это была покупка вслепую. Мне так захотелось это купить именно из-за флакона только даже. Вот. И что-то не получилось отправить, что-то как-то покупка отменилась. И я сейчас так рад, что она отменилась, потому что мне этот аромат не очень понравился. В итоге это пахнет... Это, кстати, последняя работа, одна из последних работ парфюмера Розанда Матео. И у него есть свой бренд Розанда Матео. И вот он сделал для зоологиста один аромат. Это аромат на тему такой розы, такой багряной. Вперемешку со соленой кожей. И вот эта вся смесь, она мне дает зеленым перцем. Здесь еще зеленые ноты. И пахнет мне таким зеленым перцем, который фаршированный. И к этому фаршированному перцу подготавливается такая томатная подливка. Томатно-овощная. И вот пахнет... Это не скажу, что это пахнет гурмански и каким-то вот прям блюдом. Но это пахнет вот этим не перцем с этой подливой. Я не знаю, как такое вообще можно носить. Мне это не очень понравилось. А я этому аромату ставлю четверку из десяти. Это тоже стойкая. Я никому его не рекомендую. Я думаю, мало кому он понравится. Мало кто захочет пахнуться таким перцем. Он маринадит. Вот он пахнет вот каким-то немножко такой маринадностью. Вот мне это не нравится. И вот еще одна новинка. Очень классная. Называется она пингвин. И пингвин, конечно же, мы знаем, обитает в холодных краях, где кругом льды и холодная вода. И этим всеми и пахнет. Для меня здесь есть нота льда, можжевельника, озона. Очень классно. Для меня это пахнет детством, моим детством. Это пахнет вот какой-то... Когда вы гуляли на улице, много-много снега идет в этот момент. И ваша шапка, варежки, они пропитываются вот этим снегом. Холодной коркой появляется вот эта ледяная, снежная. И вот когда это так пахнет кристально-кристально холодно, свежо, озоново. И в то же время здесь есть замша. Она, я так понимаю, отвечает за кожу у пингвинов. Это замша. Он сейчас вот лето, жарко, плюс 30 градусов. Я когда его наношу на улицу, мне просто он очень-очень охлаждает и освежает. Аромат очень своеобразный, ни на что не похожий. Я до этого ничего ранее не слышал. Он отлично подойдет и парням, и девушкам. Он стойкий. 6-7 часов держится на коже. Мне это прям очень понравилось. Я ему ставлю за такую самобытность, девятку из десяти. Почему я ни одному аромату не поставлю десятку, я в конце этого видео расскажу. Мне это очень нравится. Прям новинка. Я думаю, уже 10 миллилитров. И уже четверть уже нету. Я его прям так активно сейчас пользуюсь летом. Не, он прям прикалывает. И последний аромат из этой подборки называется тигр. Тигр, который живет где-то рядом с глиняной пещерой, что ли, где произрастает ветивер. Здесь много ветивера. И как-то меня не ассоциируется этот аромат с тигром. Для меня это вот гончарная мастерская, где изготавливают из глины горшки, какие-то изделия, скульптуры. Я знаю, как пахнет глина. Очень хорошо знаю. Потому что я ходил, я закончил художную школу. И мы часто лепили из глины какие-то различные фигурки, я помню. Вот глина так и пахнет. Пахнет какой-то минеральностью, землей. Потом он переходит. Вот немного такой сухотравия. Именно сухотравия ветивера. Некоторые его сравнивают, что он пахнет как энкарнула. Я скажу, что нет. Что-то может быть схожее за счет ветивера есть. Но он очень своеобразный. На старте он чем-то пахнет энцеладом от Марк-Энтони Боруа. Но потом он уходит все-таки вот эту глиняную свою мастерскую. Я его больше вижу, конечно же, на парнях. И он такой сухой аромат. Не знаю. Мне он не особо нравится. Я ему поставлю, наверное, шестерочку из десяти. Очень тоже на большого-большого любителя. Что бы я выбрал и выделил из этого всего? Конечно же, пингвин. Пингвин. Очень классный, крутой аромат. Холодный, освежающий, лед. Подойдет и парням, и девушкам. Мне он очень понравился. Я его выделю. Следующий аромат Додо, который джекфрут. Именно он подойдет идеально для парней. Которые, чтобы не был сложный для них напрягающий аромат, будете собирать комплименты. Это вот такой мужской-мужской фужер. Я считаю, с лавандой, с пачули, с фруктами. Классно. Для девушек. Что бы я выделил для девушек? Конечно же, хамелеон. Это тропики во флаконе. Здесь и кокос. Здесь и много-много цветов. Жасмин, франджипани, иланг-иланг. Это все так красиво-красиво звучит. Вот для девушек, которые следят за модой. И, конечно же, рэббит. Вот эта милая-милая зайчиха, которая очень-очень вкусно приготовила морковный торт. Пахнет бесподобно. Классно вообще. Аромат, уюта, какого-то чаепития, дня рождения. И это идеальный подарок на день рождения. Очень-очень классно пахнет. Поставьте, пожалуйста, лайки этому видео, если вам было интересно. Подпишитесь на наш канал, на телеграм-канал, на инстаграм. Знакомы ли вы с этим брендом Zoologist? Какие у вас любимые ароматы? Напишите комментарий. Мне будет интересно узнать вообще статистику, какими ароматами люди пользуются у данного бренда. Я люблю вообще этот бренд Zoologist. Всегда слежу. Скоро у них, кстати, выйдет новинка. Этого года будет осенью. Они выпускают кобру. Кобра будет, конечно же, кожаный аромат. Перемешку там зелеными листьями каннабиса. Вот мне будет интересно узнать, что это будет за новинка. Прям жду-не дождусь, когда это выйдет. А вам хочу пожелать приятных, интересных открытий в мире парфюмерии. С вами был Слава. Всем good bye. Продолжение следует... Продолжение следует...